МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Центр новостей о главных событиях этого дня. Вам расскажут корреспонденты информационной службы и телеканал Астрахань-24 в студии Людмилы Шналиева. Здравствуйте. Минстрой России пригласил в Астрахань федеральных застройщиков. Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, область нуждается в комплексной застройке. В регионе нужно сформировать комфортную для жителей среду, а не точечную хаотичную застройку. Сейчас в регионе высокий спрос на жилье стандартного класса. Так по новой классификации Минстрой называет жилье эконом-класса. Только до 2023 года в области планируют переселить из аварийного жилья более 2,5 тысяч жителей региона. На следующем этапе еще 6 тысяч астраханцев. Регион остро нуждается в помощи профессиональных застройщиков для реализации проектов с развитой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Как отмечают в Минстрое, помощь федеральных застройщиков поможет повысить качество и темп программ застройки в регионе. Инвестиции в строительную отрасль превышают ожидания. 6,5 миллиардов рублей – таков размер инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2020 года. Объем строительства к концу года возрастет в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Губернатор Игорь Бабушкин подвел итоги года. О ключевых показателях глава региона рассказал в Астраханском Кремле, где прошла торжественная церемония награждения по итогам 2020 года. Пандемия изменила привычный образ жизни. Тем не менее, все социальные обязательства выполнены в полном объеме. Главным достижением в промышленности губернатор называет создание особой портово-экономической зоны и Каспийского кластера. Постановление подписал Михаил Мишустин. В регионе будет создан комплекс по производству полимерной продукции. Соглашение подписано между правительством региона ПАО «Газпром» и Каспийской инвестиционной компании. Восстановлена работа завода «Красные баррикады». Это 1200 рабочих мест. На заводе построены два грузовых понтона. Заложено основание ледостойкой платформы для месторождения Каменомысское море. Еще одно значимое событие – начало строительства дно углубительного флота на заводе «Лотос». Нам удалось выстроить работу органов власти всех уровней в едином ключе. Поддержку нам оказали и астраханские предприниматели. Серьезным подспорьем стала работа волонтеров. Неоценимой помощью нашей медицине было решение президента России о строительстве в регионе двух ковидных госпиталей на 100 коек каждый. Мы знаем, как двигаться вперед. У нас есть четкий план действий. Я уверен, что сообща мы справимся с любым вызовом и преодолеем все трудности. Дорогие друзья, в уходящем году мы проделали серьезную работу и хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в наше общее дело. Искренне желаю вам всем успеха, крепкого здоровья, благополучия ваших семей. 28 человек получили из рук губернатора государственные областные награды за большой личный вклад в развитие региона и многолетний добросовестный труд. Сохранили коллектив, мы сохранили свою аудиторию, мы выиграли грант, мы привезли выставку из Нижнего Новгорода. Собственно, они впервые в таком составе вывезли в регионы. Поэтому мы считаем, что весь коллектив Астраханской картины галереи сработал по полной. И мы можем сказать, что мы надеемся, что следующий год будет лучше, чем те, которые были у нас до пандемии. На передовой оказались в том числе и волонтеры. И это очень здорово и классно, что волонтерство сегодня обрело такую новую форму, новые направления волонтеры. Мы вместе их называем. Это вообще российская акция. И очень здорово, что наша помощь действительно оказалась нужной, важной именно тогда тем людям, которые в ней особо нуждаются. 750 квадратных метров экстрима. В Астрахани открыли скейт-парк. Он предназначен для разных видов экстремального спорта. Наталья Фомина расскажет о том, как астраханские спортсмены оценили новую площадку. Для этих ребят экстрим стиль жизни. Чем сложнее трюк, тем интереснее. Скейт-парк – это как раз то, чего им всегда не хватало. Раньше приходилось оттачивать мастерство на улицах. Раньше мы просто катались по городу, искали какие-нибудь места, где можно также попрыгать. Но это было весьма опасно, потому что не было такой чистоты и организованности. Там осколки рядом находились, кирпичи. Я раньше каталась и в Москве, и в Сочи. А вот этот спорт первый раз я вижу в Астрахани. Мне он очень понравился. Новая площадка на 750 квадратных метров подходит для разных видов спорта. Велосипеды, скейты, самокаты, ролики. Она оборудована всем необходимым для трюков. Когда я сюда приехал работать, я увидел, что таких площадок просто нет. А вижу, что ребята катаются на велосипедах, боемых, на скейтах, на самокатах, совершенно не приспособлены для этого площадка. И думаю, почему бы не сделать такой центр протяжения, активного вида спорта. И площадку-то совместно с городом подобрали неспроста. Здесь уже сформирована зона спорта. Рядом уже располагается спортивная площадка. Так что здесь, на улице Татищева, появился настоящий спортивный городок. Создать площадку удалось при помощи компании «Лукоил». Такого в Астрахани еще не было. Закончен проект всего лишь за два с половиной месяца. Кроме того, в благоустроенную прилегающую территорию уложены пешеходные дорожки, установлено освещение, а также уже смонтирована система автополива, что позволит уже весной приступить к озеленению этой территории. Главное, практически все элементы изготовлены из бетона. Для катания они подходят лучше, чем сборные конструкции. Здесь, в скейт-парке, смогут кататься не только ребята с опытом, но и начинающие спортсмены. Астрахань находится на начальном уровне развития такого экстремального велосипедного, самокатного, скейтборда, спорта. Он как раз идеален, потому что есть простые элементы, они нетравмоопасные, очень правильно выверен радиус. Качество постройки как раз позволяет очень безопасно кататься. Площадку посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он подчеркнул, что такие зоны притяжения молодежи смогут появиться в разных районах города. У нас есть в планах другие территории, которые таким образом должны обустраиваться и осваиваться. В частности, многофункциональный центр на набережной с ледовым катком. Там очень большая территория и один из планов – это обустройство скейт-парка именно там, на набережной. Ребята смогут оформить скейт-парк под свой вкус. На площадке нанесут граффити. Так что парк станет местом притяжения не только для спортсменов, но и для уличных художников. Наталья Фомина, Руслан Срывченко, Центр новостей. Со следующего года начнет работать новый порядок медицинской реабилитации для взрослых. Принимать участие в этом будет мультидисциплинарная команда врачей. Соответствующий приказ Минздрава России начнет действовать с 1 января. Пациенты, которые проходят медицинскую реабилитацию, занимаются восстановлением каждый день. Есть те, кому не обойтись без нашей поддержки. Астраханец Наиль Галиев проходит курс реабилитации в турецкой клинике. В июне этого года 26-летний парень попал в серьезное ДТП. Травму позвоночника вследствие паралич нижних конечностей. Четыре операции на позвоночнике, две сделали врачи Кировской больницы в Астрахани. Сразу же после аварии и две провели хирурги в Турции. В этой стране молодой человек проходит сейчас реабилитацию. Зарубежные специалисты уверяют, что у Наиля есть шансы встать на ноги. Возможно вернуться к прежней жизни. Наиля и его жена. Зарина с нами на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы уже почти месяц находитесь в Турции. Наиль проходит курс реабилитации. Какие прогнозы делают турецкие врачи? Они дают мне шансы на то, что я смогу снова встать, начать ходить. Это дали мне также врачи, которые делали мне саму операцию, и врачи, по которым я прохожу реабилитацию. Скажите, пожалуйста, а какие уже изменения вы наблюдаете, если они есть? Я не скажу, что прям есть сильные изменения, так как в месяц у меня было две операции, и пока рано что-то говорить. Скажите, а пройти этот курс можно было в России или нет? Пока Наиль лежал в больнице имени Кирова, мы отправляли его предварительный эпикриз, который нам дали в Кировской больнице, другие реабилитационные центры по России и за границей. Где-то нам ответили, что у Наиля нет шансов на восстановление, и что самое максимальное, что они могут сделать, чтобы он смог себя как-то обслуживать. Ну и, соответственно, каких-то шансов не давали именно в России. Реабилитационные центры МОТЭМ отозвались на помощь, и у них очень много таких пациентов, которые сейчас проходят реабилитацию, которые проходили реабилитацию и восстанавливались с таким же диагнозом. Поэтому, собственно, мы здесь. Мы знаем, что лечение за границей дорогостоящее. Я знаю, ваши близкие объявили сбор средств. Какая сумма уже собрана? Сколько еще предстоит собрать? Мы прилетели сюда в конце ноября уже с собранными средствами на три месяца реабилитации. Но так как нужно было сделать еще две операции, собранных средств было потрачено на операции. И, естественно, у нас осталось очень мало денег. И недавно, благодаря неравнодушным людям, мы собрали на второй месяц реабилитации. Еще нужно собрать на четыре месяца. Это в пределах 2 миллиона 400 тысяч рублей. Так, это в рублях. А с благотворительными фондами вы сотрудничаете сейчас? К сожалению, нет, не сотрудничаем. Нам отказали два благотворительных фонда. Помощи, как таковой, от них нет. А по какой причине они вам отказали? Потому что слишком крупная сумма сбора. Либо они помогают именно со сборами за границу. Спасибо вам большое, Наиле Зарина. Мы желаем вам скорейшего выздоровления и вернуться как можно скорее в Астрахань уже здоровыми. Помочь Наиле Галиеву пройти реабилитацию можно, перечислив средства на официальный счет. Реквизиты на экране. Собранные средства пойдут на реабилитацию 26-летнего астраханца Наиля Галиева, у которого есть шансы вернуться к прежней жизни. Работать, воспитывать сына Назара и, возможно, вернуться в спорт. В губернском техникуме наградили призеров 6-го национального чемпионата Обилимпикс. Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходил в 81-м субъекте страны. Астраханская область на нем представляли 16 человек. Это победители регионального этапа конкурса в своей возрастной категории. В этом году соревнования впервые проходили в очно-дистанционном формате. Участники остались в своих городах и выполняли конкурсные задания в индивидуальных аудиториях и мастерских. Впервые в истории чемпионата Обилимпикс наши ребята сумели завоевать три призовых места. Это Алина Шараева, Роман Коростылев и Кирилл Сидоров. Трудоустроить я еще не могу, точно сказать. У меня очень много вариантов, куда идти. Но, например, с теми же знаниями психологии я могу сказать, что я могу лучше понимать людей. То есть, людей я понимаю уже намного лучше, чем в прошлом раз. Я понимаю их характер, я понимаю их эмоции и могу уже более-менее хорошо с ними контактировать. В чемпионате приняли участие свыше двух тысяч мастеров. Больше половины из них – это студенты. Помериться силами также могли школьники и опытные специалисты. Участники соревновались в 77 профессиональных компетенциях. Астраханцы отличились в компетенциях психология, дошкольное воспитание и адаптивная физическая культура. Чемпионат помогает участникам показать профессиональное мастерство и поверить в свои силы. Самые профессиональные участники получают приглашение на стажировку или работу. Конечно же, участников на всероссийском уровне огромное количество. И то, что наши ребята стали уже победителями, призерами. Мы будем, конечно же, готовиться более тщательно и на следующие годы. И в 2021-20 годах будем принимать участие. Мы надеемся, что все компетенции, которые у нас представлены, мы будем разнообразить. Астраханские врачи дали рекомендации, как встречать Новый год за праздничный стол. Рекомендуют садиться за 5 часов до наступления Нового года. Лучше встретить год на сытый желудок и не нагружать организм после полуночи. Медики советуют воздержаться от обилия жирной, соленой, копченой пищи. Она может повысить артериальное давление. Предпочтение лучше отдать блюдам из птиц, рыбы и морепродуктов. Рекомендуется есть сыр, в нем много кальция, что благоприятно может сказаться на состоянии организма. Затяжные праздничные дни врачи советуют проводить активно. Пусть будет праздник, но пусть будет он не искусственно сформированным к алкоголю. Люди должны учиться формировать свой эмоциональный фон правильный. Счастье на общении с близкими, радостью. Ведь действительно удовольствие не в тарелке, и радость не в тарелке. Праздник должен быть в первую очередь в душе. Мы пережили этот год, мы живыми его встречаем, рядом близких, которых мы любим. Разве этого мало, что не обязательно жил для этого съесть салат с майонезом, чтобы удовольствие ощутить. Вот о чем мы говорим. И алкоголь не нужен для того, чтобы осознать эту радость. Врачи-наркологи рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя на праздники в больших количествах. Это может привести к запою. Он чреват гипоксией тканей мозга, агрегацией тромбоцитов, закупыванием сердечных сосудов, гипертоническим кризом, болезнями печени. Опьянение, токсичное состояние, оно вызывает психоз. В этом состоянии употребление алкоголя, по мнению врачей, недопустимо. Когда есть эти состояния тревожные, то, естественно, употребляющий не обойдется одним бокалом вина. Он будет увеличивать дозу. И после первого бокала вина, при увеличении дозы, все, что было достигнуто, какое-то там минутное состояние, так сказать, стабильности эмоциональной, оно все уйдет. Путь употребления алкоголя для снятия стресса, для снятия напряжения дорога в никуда. Это просто, так сказать, диаметрально неправильная тактика поведения. Министр образования и науки Виталий Гутман вручил памятные медали почетным работникам воспитания и просвещения России. В Астрахани награды получили 13 человек. Это педагоги, мастера и воспитатели среднего профессионального образования. Памятные знаки вручили за добросовестный труд, достижения и заслуги в этой сфере. Награда была учреждена Министерством просвещения России в сентябре этого года. Ваш героизм спас Астраханскую область от гораздо больших масштабов пандемии, гораздо больших цифр заболевших и гораздо большего количества жертв. Потому что самая большая сфера, сфера образования, самые большие учреждения, куда каждый день приходят люди. Это не торговые центры, которые только пробками нас обеспечивают на улицах. Это учреждения образования. За Ваш самоотверженный, яркий, горячий и эффективный труд. Спасибо огромное. В этом году система профессионально-технического образования отметила 80-летие. За это время учреждения профобразования подготовили и выпустили миллионы квалифицированных преподавателей, работников и служащих. Еще 16 сотрудников региональных организаций профобразования получили почетные грамоты и благодарственные письма Министерства просвещения. Этот год был для преподавателей очень тяжелым. Но я хочу сказать, что мы выдержали. Почему? Потому что остались в образовании самые стойкие, как я считаю. Я очень рада, что получила эту награду, потому что я в образовании 35 лет. Очень большой срок. Очень люблю свою работу. И, конечно, эмоции меня сейчас очень переполняют. Сегодня на сцене астраханской драмы премьера новогоднего спектакля. Герои сказки Астрид Лингрен будут сопровождать зрителей все новогодние праздники до 10 января. Смешную и трогательную историю о малышей Карлосоне на сцену перенес художественный руководитель театра Александр Огарев. В спектакле звучит музыка шведской группы Абба. А в финале среди героев сказки появляется персонаж, который мог бы затмить всех артистов. Элеонора Лем раскроет все секреты. Две премьеры подряд с разницей в 10 дней. Это слишком для любого театра и для любого режиссера. А если принять во внимание тот факт, что малыша и Карлосона худрук театра Александр Огарев и его команда перенесли на сцену как раз за 10 дней, то начинаешь верить в чудеса. Да, это он. Тот самый умный, красивый, в мере упитанный мужчина в самом расцвете сил. Карлсон, придуманный Астрид Линдерн, уже более века развлекает детей всех возрастов в любой точке мира. Все знают, что этот швед с моторчиком на спине живет на крыше, а значит он ближе всех к небу. И для любого маленького человека он не кто иной, как ангел-хранитель. Так рассудил режиссер Александр Огарев и позволил ему не просто шалить, бунтовать против воспитания, стереотипов и прочих взрослых педагогик. Слыша наше отчаяние, слыша наш протест против мира и проводит по каким-то путям, в которых я хотел бы оказаться внутренне, душевно. Вот такое существо должно быть, такой ангел наш личный. Карлсон наивное воплощение послушания. Наоборот, когда большие были маленькими, они тоже не хотели идти в школу и притворялись самыми больными людьми в мире. Килограммами таскали шоколадные конфеты и печенье и бесконечно фантазировали. А если этого не было, выходит, не было и детства. Картины простодушного прошлого, как цветными мелками на стене, рисуют видеопроекции. Художник спектакля Ирина Бринкус вывела на сцену много белого, чтобы каждую минуту можно было начать с чистого листа. Хотелось просто передать состояние детского конструктора, изменяющейся в пространстве вещи, какой-то лихой, быстрый. И чтобы можно было сыграть, важно было сыграть полеты, чердаки, которые есть в тексте пьесы. В выдвигающейся платформе есть не что иное, как лестница, а кто в детстве не лазал по шведской стенке. Что еще шведского есть в этом спектакле? Кроме автора, имен героев и, собственно, Карлсона, есть еще шведский стол. Но здесь он скорее предмет интерьера, а не способ подачи блюд. Есть еще Абба. Без нее теперь и Швеция. Вроде как не Швеция вовсе. Если бы эта история случилась в наше время, она была бы именно такой. Дерзкой, веселой, при этом по-западному прагматичной. За этой взрослой прагматичностью порой сложно увидеть детей, которые слишком рано становятся одинокими, потому что родители заняты своими делами. Именно поэтому дети придумывают Карлсона и мечтают о настоящей собаке. Она появляется на сцене в финале. Двухмесячный щенок Хаски, который только своим видом может переиграть всех актеров спектакля. Мы предусмотрительно вынесли их в финал. То есть они уже просто завершающий аккорд, завершающая точка спектакля. Поэтому, надеюсь, ожидание Хасок не переиграет. Теперь у помощника режиссера и всей труппы возникла дополнительная проблема. Щенки имеют обыкновение расти. А значит, со временем придется искать нового малыша с ушами и хвостом. А вот Карлсон он такой один. На все времена. Взрослым стоит просто прислушаться к себе и попробовать услышать ворчание моторчика. Он есть, он остался. Просто дядя и тетя про это забыли. Анастасия Мунькина, Элеонора Лема, Алексей Ягупов. Центр новостей. На этом у меня все. Следите за новостями на нашем сайте astrohandefiz24.ru. Там же можно посмотреть записи наших программ, фильмов и проектов. Есть возможность смотреть и прямой эфир. Присылайте ваши видео и темы для репортажа в мессенджерах. Номер вы видите на экране. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на телеканале Астрахань-24. Субтитры создавал DimaTorzok